В администрации Гагрского района состоялось совещание с главами сел и поселков, на котором обсуждались меры по защите населения от коронавируса. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас. Такой тяжелый момент. Прошли один, выборный. Сейчас, как вы знаете, все, наверное, уже в курсе, посредством массовой информации вообще по ситуации. На сегодняшний день еще одна беда – это коронавирус. На сегодняшний день даже не успеваем получать сверху постановления за постановлением, распоряжения разные по поводу дополнительных мерах по защите населения от коронавируса и так далее. Вчера уже получили такой максимально затрагивающий все структуры, все службы о мерах по защите. Хотел бы попросить всех вас относиться к этому моменту очень серьезно. Но, к сожалению, наша ситуация, наши возможности очень, скажем так, скудны. Это в плане проведения каких-то тестов и обеспечения какими-то средствами защиты и так далее. На сегодняшний день разворачивается госпиталь инфекционный в Гудаутах. По просьбе 50 комплектов белья, там еще какие-то материалы, какие-то моменты надо обеспечить. Поэтому все главы по возможности помогают для функционирования данного госпиталя. Помимо этого, хочу сказать, что разговаривая с нашими медиками в Гаграх, в Гагарском районе, даже не в Гаграх, мы можем сформировать только две бригады скорой помощи, две бригады всего лишь на весь район по реагированию на звонки по подозрению на коронавирус. Мало того, эта бригада выйдет, если есть какие-то подозрения, симптомы, то сразу будут везти в Гудаутский госпиталь. Будет горячая линия, которая будет информировать. Дальше буду там определять, высылать скорую, там или не высылать. Сейчас Гайг Владимирович проинформирует по самому распоряжению всему, но я бы хотел с подключением у вас на местах Цандри, Пицунда, где есть отделы милиции, подключить их. И по поводу общественного транспорта, объектов общественного питания вы сами проконтролируйте, пожалуйста, проведение каких-то мероприятий и так далее. Это пока у нас подготовительный период. Пик, как бы пика такого еще нет. Но мы ко всему должны быть максимально готовы. Мы постараться, еще раз говорю, как-то избежать этого. Ситуация очень серьезная. 24-го числа вышло другое расширенное распоряжение, где очень много чего запрещается. На основании этого распоряжения мы сделали вот это наше распоряжение, то, что в нашей компетенции, нашим возможностям мы вот это сделали. Но вчера вечером еще вышло одно распоряжение, дополнение вот к тому распоряжению, которое было от 24-го числа. Я сейчас посчитаю все и скажу там, что там были отмечены те, которые ответственны за каждый пункт распоряжения номер 126 от 24-го числа. В общем, я сейчас засчитаю. Первый пункт, значит, там гласит запрет проведения массовых мероприятий на территории Республики Абхазия с 25 марта по 7 апреля. И второй пункт, запрет проведения корпоративных мероприятий в то же время. Возложена ответственность на МВД. Над каждым вопросом, хотя там есть ответственный, над каждым вопросом глава администрации на месте тоже должен находиться, контролировать. Так, запрет экскурсионной деятельности на территории Республики Абхазия, это возложено на Госкомитет по курортам и туризму. Запрет въезда в Республику Абхазии иностранных граждан и пограничному отряду ГОСГБ, запрет въезд в лист безгражданства и транспортных средств, используемых в экскурсионных целях и так далее, это возложено на СГБ. Приостанавливается, значит, со вчерашнего дня деятельность магазинов «Дьюти-фри» на таможне. С 28 марта приостанавливается деятельность объектов общественного питания, вне зависимости от форм собственности. Приостанавливается центральных и вещевых рынков. У нас на территории три рынка. Это Гагарский, Питсунский и, значит, Сандрипшский. Мы, значит, главы администрации Питсунда и Сандрипша там на месте. С этим вопросом решат. В продуктах магазины, да, и овощные будут работать. И есть моменты, где, ну, главы, наверное, возьмем на себя ответственность, что считаем необходимым где-то что-то оставить, потому что, действительно, наверное, весь город, район в каком-то магазине должен обслуживаться по поводу химии и так далее, и каких-то других моментов. Поэтому, ну, будем вносить эти вопросы, будем задавать наверх, и как-то эти вопросы тоже оперативно решать. Автобусы, микроавтобусы, это городские, значит, микроавтобусы. Остается только такси. Это с 28-го числа. Но у нас, значит, наш общественный транспорт, наше автоподприятие, он завтрашний дня уже закрывается. У нас финансовые проблемы, поэтому мы сегодня, последний день, по общественному транспорту работаем. Чтобы вы тоже знали, наверное, вам тоже будут задавать эти вопросы. При остановлении деятельности свадебных залов, залов торжественных мероприятий. Это возложено в основном на МВД. При остановлении деятельности фитнес-центров, спортивных залов и так далее, и тому подобное, тоже на МВД возложено. Но и моменты бывают, когда МВД даже тоже, может, и не знает, что там есть какой-то такой фитнес-центр и так далее. Но вам, наверное, в местах более известно. Так что в этом отношении вы совместно с МВД будете этот вопрос решать. Отзываются с пунктов пропуска через Абхазско-российскую государственную границу сотрудники госмиграционной службы, государственной инспекции по карантину растений, ветеринарной службы и госкомитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому рынку и техно-взору. МЧС организует круглосуточное дежурство и пункты пропуска через Абхазско-российскую государственную границу. Ну, кто вот эти 2-3 дня там был, наверное, уже видел, что там и машина стоит, и проверка идет. МЧС, в общем, там находится. Это тоже по линии МЧС. По линии Минздрава организовать работу с населением в части информации о симптомах профилактики конкретных мерах и действий, которые необходимо своевременно предпринять в различных ситуациях, связанных с коронавирусом. Ну, это по телевизору вроде бы выступают. Говорят, так, организовать круглосуточные дежурные бригады, вы уже говорили об этом. У нас оно уже сделано, это по линии Минздрава. Так, и они там, у них есть план действий. Хочу, не знаю, что будем разговаривать, чтобы и в Цандрюши, и в Питсундах, если по бригаде еще получится, потому что район очень большой, охват двух бригад скорой помощи всего района будет очень сложным. Будем пытаться говорить там, как видно, потому что эти бригады еще надо специалистами оснастить и, само собой, средствами защиты и какими-то медикаментами необходимыми. Так, руководителям центральных и местных органов государственного управления, это уже нам касается, государственных учреждений, предприятий и организаций, за исключением силовых и правоохранительных органов, учреждений здравоохранения и социальной сферы, аварийно-спасательных и коммунальных служб сократить до минимума нахождения рабочих на рабочем месте. Максимально оставить те бригады, которые непосредственно будут какие-то аварийные работы выполнять, там или необходимые работы, остальных всех отпустить. Конкретно по администрации мы оставляем начальников отделов, остальные будут в телефонной доступности. В случае необходимости данного специалиста на работе, начальник отдела звонит, вызывает на работу и так далее. То же самое продублируйте у себя. Ну, продлевается деятельность детских, дошкольных учреждений, всех этих секций, спортивные, танцевальные и так далее, до 7-го числа. Это все приостанавливается. Так, еще теперь, наверное, наше совещание, если в случае какой-то необходимости острой, тогда, наверное, соберемся, будем такие совещания проводить тоже. Это тоже, как говорится, скопление, где там, куда и так далее. Поэтому вся информация по телефону, находимся на телефоне. Очень много вопросов будет к вам, к нам и так далее. Поэтому мы будем связываться оперативно со штабом, совместно все эти моменты решать. Все предугадать мы не сможем. А огромная просьба просто к своим жителям, через своих сотрудников передавать, чтобы вы максимально находились дома, не выходили из дома. Контакты, общение и так далее, постараться исключить. Не зря отпустили школы, не зря отпустили сотрудников. Все это остановили транспорт, закрывают магазины. Мы сами себя должны сохранить. Вот этот момент надо всем понять и использовать. Еще раз говорю, коль такие меры приняты, со всей ответственностью относится ко всем этим моментам. Наши сотрудники, которые отвечают за курортную сферу, за торговлю и так далее, совместно с СЭС, совместно с МВД, участковыми инспекторами, будут обходить весь город, может и дальше район, где будут предупреждаться непосредственно руководители предприятий, частные, вне зависимости от форума собственности, и предупреждать о том, чтобы эти объекты были закрыты. Есть постановление, есть указы. Вопросы? Спасибо всем. Дальше мы будем связываться по телефону.